Эффективная интеграция слепого человека в общественную жизнь – основная задача социального проекта «Белая трость». Здесь работают не только со слепыми, но и со зрячими людьми, чтобы наладить взаимодействие одних с другими. Мы, когда начали работу, поняли одну вещь, что необходимо, чтобы не только слепые люди обучались и могли самостоятельно передвигаться. Им же необходима всегда помощь. И вот здесь необходимо, чтобы зрячие люди понимали, как нам помочь. Поэтому при таком только взаимодействии это будет более качественно, наверное. И, конечно, интеграция слепого человека в общество будет на более высоком уровне. «Белая трость» – первая школа во Владивостоке, где слабовидящие и незрячие люди учатся пространственной ориентации. Основатель проекта Инна Вербицкая. С проблемами и трудностями незрячих горожан она столкнулась несколько лет назад, когда сама потеряла зрение. Передвигаться по улице без чьей-либо помощи Инна не могла, а правилам обращения со специальной тростью в городе нигде не учили. Помогать себе и другим пришлось самостоятельно. Незрячим людям прежде всего надо знать свое местоположение и свой маршрут, туда, куда они хотят попасть. Это очень главное. И также, опираясь на ориентиры, для незрячих очень хорошо. Это просто необходимо, чтобы был тактильный ориентир. Очень хорошо, когда есть бордюрки или разные газоны. Мы ориентируемся именно на тактильные ориентиры. За год работы в Белой Тросте установили контакты с организациями различного уровня, как коммерческими, так и государственными. Один из последних крупных проектов – выставка тактильных картин в Приморской картинной галерее, которая помогла незрячим и слабовидящим людям получить представление об искусстве. В глобальных же планах организаторов школы сделать не только Владивосток, но и все Приморье более комфортным для незрячих людей. Анна Бережная, Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова